Снова доброе утро, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы продолжаем сегодня... Оранжевое утро продолжается? Да, разговаривать о предстоящей акции по названию... Утро говорит о ночи! Да ты... Ты сколько можно перевернуть? Да, я такой, да... Мы продолжаем разговаривать об акции «Ночь музеев», которая уже вот-вот у нас свершится, 18 мая. Она в Новосибирске состоится, и в гостях у нас сегодня Юлия Шуклина, заместитель директора по научной работе Новосибирского государственного краеведческого музея. Еще раз доброе утро! Доброе утро! Тоже витаминка! Все, выговорилась! Да, у меня вопрос... Ну, так вкратце поговорили о том, что в рамках этой акции много чего где проходит. Вообще, в каком формате выставка? То есть я прихожу, да, и там вот интересные вот эти вот штучки, о которых вы говорите, да, там где-то говорящие экспонаты, где-то можно переночевать, или еще что-то предполагает. Да, есть еще что-то такое интересное, интригующее? Да, конечно, есть. В этом году переночевать можно дома, потому что в природе уже не ночуют, это в прошлом году было. Так что все по домам после двух, а до двух часов ночи как раз большущая программа. Вот, например, если говорить про Красный проспект, про основное здание музея, то на разных этажах у нас расположены разные постоянные экспозиции. Например, цокольный этаж – это экспозиция «Сибирь в древности», где очень подробная и, на наш взгляд, как бы крепкая и профессионально рассказана история основных культурно-исторических типов, которые жили на территории Сибири. То есть мы рассказываем не только историю про археологию отдельно, этнографию отдельно, а прямо про целый образ жизни народов, которые жили здесь, начиная с эпохи древности неолита, заканчивая практически этнографической современностью. Вот там будет очень интересная площадка, интересная форма активности, к нам придет настоящая сказочница, профессиональная сказочница, которая в отдельно организованном пространстве. То есть там будут части для фото-фото зоны, там часть для просто удобного сидения в креслах-мешках. Это отдельный зал, и сказочница будет рассказывать настоящие сказки сибирских народов. Вот так, да, только в музее это будет происходить, причем некоторые сказки будут предполагать участие гостей. То есть это такая вот сказка-спектакль даже, то есть это достаточно интересная. То есть эта программа будет больше трех часов идти, и можно будет прийти вот в течение какого-то времени. Вся программа будет указана вам на входе, вы получаете в руки буклетик, и уже четко ориентируетесь, какая вот форма. Сейчас вам интересно посмотреть. Если мы говорим про первый этаж этой экспозиции истории Новосибирской области, это семь залов, рассказывающих о том, как российское государство интересовалось нашей территорией, где вот сегодня находится Новосибирская область, начиная с 17 века до 70-х годов. И там практически в каждом зале будет вот разные формы активности. Например, вот если мы говорим в первом зале про переселенцев, которые благодаря вот и Московско-Сибирскому тракту, и другим там событиям, приехали на нашу территорию, в Томскую губернию тогда, то в этом зале вас ждет потрясающее, собственно, шоу от наших партнеров, от Дома народных культур, которые устроят у нас там потрясающие хороводы, будут песни, какие-то, в общем, веселые истории. То есть это все будет происходить так с полным погружением, причем они полностью вот в аутентичных костюмах того времени. И параллельно, естественно, работают экскурсоводы, которые расскажут о том, как это было по-настоящему, по правде, и что это все действительно вот мы не врём. Музей-то всегда про настоящее, про музейный предмет. В зале, посвященном, например, там 30-м годам, будут, ну, история не только 30-х, а даже там 20-х, это первые пятилетки, которые были на территории Новосибирской области, будут читки. Удивительные читки от наших тоже друзей и партнёров, от актёров новосибирских театров, читки дневниковых записей, то есть которые не предполагают диалога, да, это вот такие вот конкретные листочки воспоминаний про это время, да. Нам тоже кажется, это интересная форма, которая будет понятна и, собственно, ну, в принципе, для восприятия очень подробно для любого человека, да. То есть она... Смотрите, такой дополнительный способ погружения. Да, то есть становится понятно, о чём эти люди думали, те предметы, которых выставлены в витринах. То есть это такая очень удобная форма, и сегодня год театра, мы, конечно же, очень благодарны, что мы можем эти вещи использовать. Например, в зале, посвященном Великой Отечественной войне, вернее, вот тылу, да, в годы Великой Отечественной войны, у нас будет большая программа с читками стихов. Тоже там участвуют как актёры новосибирских театров, так там будут части общественников, я сейчас не буду раскрывать все карты, будут разные люди и разные гости, и даже будет стоять свободный микрофон. Это наша возможность, в общем, для тех, кто хочет тоже прочитать стихи, да, вот тоже это всё обязательно сделать, потому что в музее должны сбываться всяческие мечты. Мечты. Да. Особенно, когда она волшебная ночь. Самая настоящая волшебная ночь. В выставочном пространстве второй этаж нашего музея посвящен полностью выставкам. Произойдёт замечательная программа, потому что обычно в открытии выставок в Кровическом происходит по четвергам. То есть вот у нас есть программа «Четверги в музее», и все открытия всегда в четверг, и это возможность для гостей и партнёров прийти, вот, собственно, провести время в музее. В музейную ночь одновременно произойдёт три открытия, то есть три больших художника, три больших куратора со своими авторскими экскурсиями. То есть и в целом, это, знаете, мы заметили очень, ну, человеку интересно поучаствовать вот в такой вот, даже, может быть, там не поговорить с этим автором, а просто посмотреть, как происходит открытие какого-то гигантского события, которое действительно важное, нужное, интересное. То есть вот каскадное открытие трёх выставочных площадок будет происходить в эту ночь. Одна из выставок просто, в общем, потрясает, потому что это иммерсивная выставка, связанная со звуком, светом, искусством, ювелирного мастерства. То есть это совершенно какие-то такие, в общем, фантастические вещи, которые обязательно нужно прийти и посмотреть, потому что это впервые в Новосибирске показываемые арт-объекты и арт-пространства. Поэтому всех зовём в Кровеческом музее, будет очень интересно. Ух ты! Давайте тогда расскажем, да, какого числа? 18-го? 18-го, да, в мае в Новосибирске состоится акция музейная. Ночь музеев, да, и сегодня нас активно приглашают в Кровеческий музей, да. У меня вопрос, вот вы очень так вот подробненько, так вот как-то заманчиво рассказываете обо всех этих мероприятиях, и хочется с удовольствием их посетить. Но ночь-то одна. Все причём, да. Ночь одна. Вот, да. Надо просто успеть. В первую очередь, во-первых, как всё успеть, вот, а во-вторых, как сделать так, ну, если, допустим, средства позволяют, да. А во-вторых, почему музейная ночь проходит так редко? Ну, она проходит раз в год. Да, музейная ночь, я не могу сказать, что к нашей грусти проходит раз в год, потому что, на самом деле, это большое очень событие, которое очень серьёзно готовится. Нет, конечно. Ну, конечно. Мы готовимся к музейной ночи несколько месяцев, это постоянная работа, это гигантское количество партнёров, это в целом сложный процесс координации, то есть у нас участвует там больше ста человек наших друзей, которые на разных площадках одновременно существуют. Конечно, с точки зрения посетителей я могу понять, да, когда хочется приходить в музей и видеть вот это вот. Да, то есть раз в месяц, а лучше раз в неделю. Да и каждый день, в принципе, неплохо. Это тоже нормально. Это тоже ничего. Здесь есть две правды, да. Одна правда про то, что, конечно, это трудно, сложно, и каждый день показывать шоу невозможно. Ну, конечно, да. А вторая правда в том, что, конечно же, мы, как государственное учреждение, имеем вполне конкретные бюджеты на вполне конкретные цели. Да, да. И поэтому, по справедливому мнению нашего учредителя, мы, кроме вот таких шоу-программ, да, больших каких-то событий, должны вести это правильно и совершенно верно. Мы ведем каждодневную большую работу. К нам приходит в год там порядка 300 тысяч человек, тех, для которых музей – это место, где они поняли про свой регион. А, ну понятно. Для которых музей – это место, где они поняли, что история – это не скучнятина, а прекрасная наука, с которой интересно взаимодействовать. Для кого-то просто как сказка интересно послушать и узнать. Те, кто, например, с удовольствием из школы на автобусах выехал и вместо пяти уроков провел два часа в музее и, в общем, как-то и школу полюбил-то тоже, да, потому что учителя понимают про то, что это правильная совершенно история. Поэтому, наверное, раз в год это оправдано, но если будет возможность два, мы, конечно, с огромным удовольствием. Да, хорошо. Не, ну просто я слышал. Вопрос сейчас, получается, основной – это финансовый. Основной вопрос финансовый, да. Да, конечно, конечно. Ну, я, насколько слышал, подобная там ночь музеев, она должна быть долготжданной. Да. Вот, поэтому раз в году. Что? Доготжданной. Что-то я не понимаю. Доготжданной. Да. Здесь же еще важно, что на самом деле в этой самой музейной ночи есть шансы, то есть одновременно огромное количество площадок. То есть если, например, музей-музей, конечно, вот, например, часть музеев в стране раз в неделю работает до восьми, до девяти часов вечера. То есть в принципе можно успеть, да. Но вот именно в музейную ночь, 18 мая – это же день музеев, международный день музеев, это вот, собственно, проект. Да, да. И поэтому все организации не только музейного типа, но еще и театры, вузы, все там, не знаю, какие-то там общественные организации, все открывают двери. Я думаю, что если для нас будет какая-то возможность сделать это повторно, например, там, среди лета, например, или там осенью, или когда-то еще, то для других, конечно, это будет гораздо сложнее, потому что есть вот день, все знают, четко все открылись, всех наших посетителей обняли. И четко все потом закрылись. И четко закрылись. А, вот, отлично. И, да, в понедельник, в вторник выходной. Вот, в общем, уважаемые друзья, не нужно терять время, можно приобрести билет заранее, чтобы не стоять в очереди. Лучше заранее, вы успеваете. Ну, 18 мая в городе будет, на что посмотреть. Акция «Ночь музеев» 18 мая в Новосибирске. Встречай, друзья. Ну, а у нас сегодня в студии в гостях... И Юлия Шуклина, заместитель директора по научной работе Новосибирского государственного кривейческого музея. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Ну, что ж, друзья, до встречи в музее. Музей ночи. Доброе утро, друзья. Здравствуйте, Евгений Пестня. Песня. Видели ночь, гуляли всю ночь, до утра, до двух ночи. Не, ну, да, не до двух, а с шести, да, не до утра, а с шести до двух. С шести до двух, да. А все очень просто, потому что 18 мая в Новосибирске состоится акция «Ночь музеев». У-у-у. Да, и у нас сегодня в гостях Юлия Шуклина, заместитель директора по научной работе Новосибирского государственного кривейческого музея. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Ничего не дала мне сказать, поэтому я спасу. Ночь музеев. Она у нас закончится в 2 часа ночи. Да. Начнется в 6 вечера. Да. Отлично. Когда как раз будет более-менее темно и страшно. Ну, темно точно. Ага, и люди будут ходить по музеям? Да. С ума сойти. Ладно, тогда вопрос такой. Когда вообще пришла эта идея непосредственно здесь у нас... Новосибирский организатор «Ночь музеев». Вот как так? Дня мало. В 2009 году мы были первыми, кто придумал провести музейную ночь. Вообще история с музейной ночью – это история давняя. Первыми были французы, там уже больше 20 лет назад. И они вот как раз и придумали, что было бы здорово прийти в музей и посмотреть, как это по-настоящему. Когда эти музейные ночи запустились, а следом встала вот эта голливудская история с прекрасным фильмом про музейную ночь, когда там все вот это все живо, весело, да, живает. А живет, да, бегает там, прыгает. И, конечно, выяснилось, что посетителям музеев очень интересно оказаться в другое время в музее. На самом деле, одна из основных проблем – не обязательно ни чудо какое-то показать, ни какой-то вот ужасы какие-то там. Страшилки. Страшилки. История в том, что обычно музей работает не всегда удобно для посетителя, да, то есть вот он работает, ну, например, там до восьми вечера, да. Ну да, как раз рабочий день до восьми вечера, да. Не всегда ты успеваешь вот успеть, например, на выставку, если даже ты очень хочешь ее посмотреть, там до семи, до восьми вечера. А тут есть шанс увидеть все-все-все-все, самое интересное, лучшее, в удобное, спокойное, в течение восьми часов. Можно ходить по всем залам, встречаться с друзьями, назначать какие-то встречи. Это по-настоящему здорово. Когда в Новосибирске эта история началась, для нас это был такой очень большой шаг. Мы очень боялись, вообще пойдут ли люди, потому что в Новосибирске как-то не все знали, что так можно вообще. И первая музейная ночь была для нас, в общем, таким риском, но оказалось чудесно, потому что у нас были такие очереди из людей, хотя это, конечно, сейчас это все про безопасность, но в первый раз мы стояли, по-моему, на лестнице и очень удивлялись, потому что толпы народа... То есть вы знаете, как вот в Ашане перед Новым годом, когда люди с тележками, и ты не свернешь, да, вот это все. Вот было ровно то же самое в музее, мы стояли, и тогда мы поняли для себя, что на самом деле музей-то городу нужен. И нужен отличный контент, и нужны замечательные выставки, и мы не зря в это ввязались, и надо работать. И вот с тех пор история музейных ночей развивается очень крупно. Если я не ошибаюсь, более 30 площадок сегодня работают в музейную ночь. Это не только музеи, но и театры, в которых есть музеи театральные. Это и вузы, там, не знаю, какие-то школы и так далее, все открываются. То есть вот это время, когда вот можно прийти в какой-то даже совсем крошечный музей, о котором вы не знали, увидеть это и совершенно сказать, боже, как здорово, что я живу в этом месте с этими всеми историями, с этими людьми прям. Ух ты. И мы начали. Хорошо. А как-то, не знаю, ставите там страшные музыкальные сопровождения? Ну, видите, пара... Жуткая пара. Заходишь, и тебя встречает человек, играющий на арбе. Про это есть специальный музей. То есть есть специальный музей, который вот так вот... Там очень хорошая посещаемость, да, и в музейную ночь, в общем, они действительно тоже это проводят. Это музей погребальной культуры. Вот если хочется побояться намеренно, приезжайте туда, там в этом деле все хорошо. Не, я что-то передаю. А вот. Так вот, в Крыльевическом, да. Вот, да, давайте в Крыльевский, да. В Крыльевическом музее будет работать огромное количество площадок. Как вы знаете, наш музей очень большой. Да. У нас гигантское количество филиалов. Один даже находится в Новосибирской области. Это Сузум, Сузум, завод Монетный двор. И там целых четыре музея, в каждом из которых будет отдельная программа. В Новосибирске это музей спорта и связи, который расположен... В смысле, отдельно музей спорта, отдельно музей связи, которые расположены в здании главпочтамта. Там будут замечательные программы. Будет, кстати говоря, возможность попробовать себя в качестве журналиста. Ну, я все секреты не раскрою, да. То есть можно будет... Ну, главный, наверное, образ про связь, да, это вот телевидение. Вот, собственно, телевидение. Ну, да. И у каждого, кто придет на музейную ночь, будет шанс оказаться в телевизоре в прямом смысле этого слова. То есть я дальше подробностей не выдам. Приходите в музей связи, Советская, 22. Интересно. Открыт будет музейная ночь там с четырех часов до двенадцати. То есть в любое время с детьми, взрослыми там будет вот. В музее природы, это наш традиционный музей, ну, наверное, чуть более детский, потому что дети очень любят вот эту всю историю про звери, птицы и так далее. Там музейная ночь тоже будет с четырех до двенадцати ночи. И там будут замечательные проекты. И вот там произойдет чудо, потому что экспонаты заговорят. Заговорят. Не поверите. Вчера буквально слышала, говорят, все проверено. Интересно. Экспонаты заговорят. То есть тут музейные предметы откроются совершенно с другой стороны и расскажут всю правду не про то, как нам с ними в музее, а про то, как им с нами, да, вот здесь. Потому что до этого они бегали, прыгали. Какой интересный приемчик. Там интересная достаточная история. Кстати говоря, в прошлом году мы запустили замечательный проект на музейную же ночь. Можно было в музее природы переночевать. То есть вот переночевать. Приходите со своими палатками, спальню. Без каждого медведя, мы будем ночевать. Нет, кормили мы сами. Но наши гости музейная ночь, например, была возможность переночевать рядышком с мамонтом. Кто-то выбрал, например, пещерного медведя. И люди вышли совершенно счастливыми. Ой, простите, я что-то не тут делаю. И люди вышли совершенно счастливыми, потому что сбылась мечта детства. У нас одна из гостей была японкой из Японии, приехавшая сюда по делам. Ее друзья позвали сюда. Она сказала, боже, я вообще мечтала всегда просто прикоснуться. А переспать рядом? С мамонтом вообще. Да. Звучит, конечно, интригующе. Не переспать, поспать рядом с мамонтом, это просто совершенно какая-то потрясающая. То есть мы сбываем мечты в музейную ночь. И в формате музейных ночей в природе у нас постоянно какие-то эксперименты. Красный проспект, основная площадка Кровеческого музея, историческое здание. Вот эта вот красота в центре города, любимая всеми новосибирцами. Здание-дворец. Да, вот проходишь вот всем сердцем всегда там. Так вот, там будет очень крупная, большая программа. В музее очень много площадей. И там будет огромное количество активностей всяческих. Во-первых, если вы придете с детьми, у вас будет возможность увидеть спектакль от наших партнеров. Ну, в этом году год театра, поэтому мы уже не могли обойти стороной. Поэтому, конечно, наши партнеры и кукольный театр, и театр «Глобус», и театр «Красный факел», театр музыкальный... Как это правильно сейчас? Музыкальный театр Новосибирска. Огромное количество наших партнеров, которые помогли нам эту ночь организовать. Там будут и театры, и различные перформативные формы. Будут читки, будут всяческие сюрпризы, будут показы фильмов. То есть очень-очень много событий. Ну, и, конечно, основная музейная составляющая – это ночь нон-стоп бесплатных экскурсий. То есть если у вас есть что-то, вот, в общем, не знаю, там, какой-то вопрос, будут специальные люди, вот, в прямом смысле с табличкой «Спроси меня», которые на этот вопрос будут готовы ответить. Даже если этот вопрос, например, не касается предмета, я считаю, можно попробовать, они большие молодцы и должны справиться со всеми. Конечно, конечно. И меня, или там «Окей, Гугл». Я – это, живой Гугл, да? Подойди ко мне, скажи «Окей, Гугл», и я с тобой поговорю. Прикольно. Да, ну, как вариант, форма. Хорошо, интересно, интересно. А вот такой, значит, мы разобрались о том, что, ну, стало понятно, да? То, что у нас с какого еще раз года «Ночь музеев»? В Новосибирске? Да. С 2009. С 2009. Первый раз. В 2009. 10 лет в этом году. Ну, уже, получается, лет-то 10, а раз 11. Ага. То есть, получается, ну, вот если посчитать по пальцам, то получается 11. А Европе это чуть-чуть больше. Ой, больше. Ну, а вообще, а так в целом, допустим, сравнение, да, 11 раз проводится, посетители прибавляются, убавляются или постоянно интересуются? Нет, разная ситуация. Конечно, первый раз нам натурально сносили двери, потому что огромное… некуда было больше пойти. Сегодня большое число участников, во-первых. Во-вторых, человек выбирает уже конкретно, что было бы ему интересно, где было бы ему интересно что-то посмотреть. Ну, и есть еще и, как бы, ну, правдивая составляющая процесса. Музейная ночь – это платная акция. И поэтому человек сегодня, то есть, к сожалению, вот нет у нас возможности проводить этот… у нас нет отдельных бюджетов на эти мероприятия. И поэтому все музеи, которые работают, они проводят их за разную плату. Здесь человек для себя определяет, например, какое количество… Что ему по карману? Да, какое количество он готов площадок посетить, потому что, конечно, это все связано именно с бюджетными вещами. В прошлом году мы совершили ход конем, и всем жителям Новосибирска подарили, вот в связи с юбилеем города 125-летием, мы сделали бесплатную музейную ночь. И вот тут, конечно, повторился эффект 2009 года, когда… Да, сломящимся, когда двери пытались вынести с петель. Интересно. Хорошо, предлагаю сейчас немножко прерваться. Небольшой информационный блок. Друзья, не переключайтесь, и мы продолжим.